Дорогая Анна, я пишу тебе это письмо из Лепы, где два года назад мы проводили свой первый и единственный отпуск. До Штеттена я доехал на поезде, потом автоступом, даже по шпалам шел, а остаток пути я проделал на Барже. Так же, как мы с тобой тогда. Сейчас я сижу на берегу моря и спрашиваю себя, зачем я это сделал. Тогда я был так непостижимо счастлив, что у меня в душе словно бабочки веками. И я никогда не думал, что с нами такое случится. Я думаю только о тебе и обо всех мечтах, которые у меня были и которые теперь не осуществятся, потому что я был таким кретином. Я понимаю, что поступил так же, как и ты. Почему и кто что сделал с чувствами или без, в конце концов, не важно. Я знаю, что причинил тебе боль, и мне от этого безумно грустно. Ты спросил, прощу ли я тебя, и я ответил, что это не так просто. Это очень просто, если проглотить свою дурацкую мужскую гордость, что я сейчас и делаю. И у меня не остается никакой злости, а только бесконечной грусти, пустота. Анна, я уже не знаю, что мне делать. Мне так тебя не хватает. Мне не хватает твоего запаха, твоей кожи, твоего смеха, твоих опухших глаз, когда ты утром просыпаешься. Мне бы так хотелось иметь от тебя маленькую Анну, а еще лучше пятерых. Я знаю, что я сейчас-то был невнимателен, но не потому, что я тебя не любил, а просто потому, что я идиотски верил, что мы так или иначе будем вместе. Анна, я не хочу быть высаженным над теми. Я хочу достойно составиться, я хочу кормить дюдок именно с тобой. Если у меня не будет детей, кто будет натирать мне спину комфортным спиртом, если я буду лежачим? Я знаю, что я ушел, и я так хочу вернуться. Я не могу без тебя, Анна. Пост-крипту, если ты меня примешь, то можешь отращивать волосы на ногах и под вышками столько, сколько хочешь. Анна, я хочу вернуться домой. Нравится? Очень сексуально. Я не хочу маленькую. Для тебя это будет перебор. Я хочу маленького Луду, а потом поговорим о бане. Ты все еще любишь меня сто килограммового в блювах на резинке? Да. Я люблю тебя. И всегда буду же пить. Субтитры сделал DimaTorzok